а здрасте всем друзья привет уленьки и у нас золотой колос продолжается и у нас ночь ночь и в игре и в принципе в реальной жизни у меня сейчас ночь но ладно это не важно вы спросите а нахрена я вообще начал сейчас запись серии если сейчас по сути дела нечего делать а я вам скажу в общем то есть что делать даже ночью если мы вспомним прошлую серию то нам выпал интересненький контракт на сахар 130 кубов сахара привести 130 790 если быть точно и все это дело мы будем делать из свеклы на сахарном заводе там довольно таки долго идет переработка если нам нужно получить 130 кубов сахара 131 куб то нам надо 524 куба свеклы у нас столько не было и сажать эту самую свеклу я не собирался я взял 4 контракта на свеклу и в течение дня я их выполнил вот они 4 штуки и кстати еще и есть 30 поле контракт на рож был но там совсем копейки короче говоря можно их вот так вот завершить и у нас еще плюс денежка и на балансе у нас почти миллион 400 на самом деле мы еще продали все помидорки это прям закончилось совсем недавно то есть урал почти целый день ездил и право и продавал эти сраные томаты мы его запустили 8 часов вечера 8 часов утра простите в 8 часов вечера закрылся консервный завод и он до этого времени не успел продать все томаты и два раза он ездил еще другое место на универмаг короче это очень длинное занятие благо у меня и куча свободного времени я же блогер шутка но благо это время действительно было так вот что я хотел сказать мы выполнили вот эти вот контракты на уборку свеклы и у нас осталось немножко лишнего именно 791 куб из этого всего дела можно запросто выполнить наш контракт я думаю будет вполне логично отправить возить наши трактора если мы отправим 45 кубов и 21 куб по 9 раз получим 564 куба я думаю что именно это количество мы отвезем на переработку давайте-ка сделаем заказ на производство сейчас хоть и поздно но раньше в прохождении этот завод работал вроде бы дам то ли до 7 то ли до 9 вечера но потом в группе кто-то очень сильно раскудахтался и сделали время работы круглосуточно так вот заказ на производство если мы привезем пятьсот шестьдесят четыре сказал пятьсот шестьдесят четыре лишь правильно посчитал нет неправильно 594 594 куба свеклы мы получим на выходе сто сорок восемь с половиной кубов сахара выполняться это все дело будет 23 часа то есть следующим вечером это только закончится и стоит это будет кучу денег мать ва 314 тысяч а самый прикол что вот за этот контракт мы заработаем 319 тысяч на хрена я его спрашивается брал ну да там чуть-чуть лишнего будет но типа заработка практически 0 это с учетом того что это ворованная свекла представьте еще надо было бы потратить деньги на семена какой-то совсем прям невыгодный контракт если завод не вашей собственности ну ладно мы его уже взяли ничего и куда не денешься заказа на производство вот просто так вот этим заниматься это невыгодно ребята поверьте на слово пятьсот девяносто четыре куба и один литрик отнимем на всякий случай знаете мы его сюда прибавим а вот в доставить ставим меньше вот триста четырнадцать тысяч мы тратим на производство да у нас останется 18 кубов сахара по две тысячи но типа 36 тысяч мы заработаем сверху но это но это ничто в данном масштабе ладно в общем то у вас есть один час на доставку сырья мы сейчас все это дело отправим а в принципе погнали и отправим у нас во-первых товарищ же себе шка 9 раз везет свеклу отправляем его а также у нас есть еще один трактор на 45 кубов он по-моему где-то вот тут должен быть припаркован да его мы тоже отправляем 9 поездок эти сделать и в общем то да это будет не очень быстро но они это сделают и все не будет хорошо также друзья блин да ничего не видно но в общем то ладно фонариком вот я подсвечу короче урал урал ездит мимо нашего сада сад кстати у нас сажен ладно сейчас все по порядку расскажу короче на приозерский леватер мы с вами в прошлой серии отвезли рис на очистку это все дело уже переработалось тут получилось по моему 256 кубов этого самого белого риса или что-то около того дабы не платить аренду приозерскому элеватору я этот рис начал вывозить на теплице поэтому этим сейчас занимается урал он это быстренько отвезет все или не очень быстренько ну короче он все отвезет и этот рис у нас будет на тепличках на складе лежать тут все будет нормально также друзья по поводу нашего сада я в прошлой серии говорил что я не очень понял вот это вот то что стадии не совпадают но я спросил у разработчиков короче это просто у нас саженцы еще были поэтому здесь это все дело не отображалась сейчас это уже молодые деревья они находятся в стадии отдыха то есть типа осень и потом листья опадут мне на самом деле не очень вот это все нравится как сделано что деревья здесь желтые потом опадают хотя я играю без сезонов и вокруг у нас деревья всегда зеленая но дело в том что разработчики проводили опрос у себя в группе как сделать для играющих без сезонов и вот читая комментарии к этому опросу там был ну то есть опрос был на тему для тех кто играет без сезонов как сделать чтобы листья были желтые и опадали деревья вот эти все стадии роста или же сделать так чтобы деревья были вечно зеленые чтобы не выбивалась из картины и была такая пометка что опрос касается тех кто играет без сезонов потому что но типа кто играет сезонами для них понятное дело деревья сделали как надо его читая комментарии к этому опросу везде было написано Ну, то есть, очень часто было написано, что я играю с сезонами, мол, давай делай, чтобы листья были. То есть, люди не прочитали вопрос, и в итоге подавляющее большинство проголосовало сделать так, чтобы это все дело бросалось в глаза и выделялось на карте. Ну, ладно, я уже, кто я такой вообще, чтобы спорить? Ну, у нас, в общем-то, сейчас тут желтые молодые деревья, они только распустились, и уже сразу желтые. И, в теории, сейчас можно внести в них компост. Мы можем потратить кучу денег на то, чтобы внести компост, для того, чтобы удвоить урожай. Но с молодых деревьев урожая будет и так не очень много, я поэтому предлагаю этого сейчас вообще не делать. Урожая будет прям очень мало. Вот прям настолько мало, что лучше бы оно даже и не росло, вы потом увидите. С внесенным компостом его будет в два раза больше, но там его настолько мало, что в два раза больше это тоже ничто. Поэтому сейчас мы это все дело трогать не будем. Вот уже потом, может быть, имеет смысл этим заняться. Хотя, на самом деле, как-то раз выходил фикс для карты, еще на стадии разработки, в которой увеличивал количество плодов. И я даже не знаю, ставил я этот фикс или нет. Потому что я давно не обновлял карту. Я ее обновлю вот на днях. В этой серии это случится, кстати, да. Потому что я за сегодня все записывать точно не буду. Вот. Это, на самом деле, была такая небольшая прелюдия к тому, что будет происходить дальше. На самом деле, садик выглядит красиво, но деревья распустятся, будет намного красивее. В общем-то, друзья, что нам еще надо сегодня сделать? Это купить коровок. Я вам обещал, что купим коровок. И я сейчас это сделаю. Мы купим 100 коров. И нам не хватит денег. Точнее, не 100 коров, а полностью один корпус забьем. Нас интересуют, конечно же, черно-белые коровки. Они стоят миллион сто. Вы уж меня простите, я обычно так не делаю. Но сегодня мы берем кредит. Небольшой. Но эти коровы нужны, потому что я давно собирался их купить. Давно обещал. Мы их, в общем-то, покупаем. Тысячу сто тратим. Да, можно было бы сделать это дешевле, если самому отвезти. Но, увы. У нас остается 8 тысяч на балансе. 30 тысяч кредита. Сразу пошли расходы на воду. Что, у нас тут соломы не хватает? А как так-то? Солома на складе. Ее ж дохренище должно быть, да? Поскидываем по всем. А не так уж и дохренище. На самом деле, тогда будем убирать рожь. Я соберу солому с ней. Так вот. Капец, мало денег у нас осталось. Был миллион. Значит-то, друзья, какие у нас планы на дальнейшее будущее? Утром у нас созреет наш урожай. Это, во-первых, будет рис с трех полей. И это будет рожь. Я уже... В каждой серии у нас идет уборка этого сраного поля. Поэтому я на этом сильно акцентировать внимания не буду. Я это сделаю за кадром. Соберу поля и заново их засею. Также у нас на теплицах вырастут баклажаны. Эту рожь собранную я отправлю на переработку в пшеничную. Это рожь, да, в пшеничную муку. В ржаную муку. У нас там тоже контракт висит. Это все дело переработаю. Влезу еще в кредит еще сильнее. То есть у нас будет большой минус. Короче, я все это дело поубираю. Все это дело переработается. Теплицы мы засеем еще раз томатами. Потому что томаты мы продали, у нас их нету. Я, короче, засею это все томатами. И через белый шум. Это, скорее всего, будет даже не завтра. Точнее, у вас это будет через секундочку. А у меня это даже, скорее всего, будет не завтра. Мы с вами встретимся и посмотрим, что вообще случилось. А урожай я соберу за кадром. И посею. А сами узнаете, что. А вот так вот, да. Итак, друзья. У нас 6.55 утра. Следующий день. Уже созрел весь урожай. Убрано у нас 6-7 поле с нашей рожью. А также покосил я травку на 18-м поле. Опять-таки, она здесь остается просто лежать. Потому что она нам не нужна. С 6-7 поля мы собрали соломку. И отвезли ее на склад. И теперь она здесь аж до хрена. Получается полных 4 ряда. Можно, в принципе, даже и посмотреть. Склад тюков коровник. Короче, до хрена у нас. Соломы. И это прекрасно. Также по животным у нас. Есть уже 100 телят. Я специально именно вечером покупал коров. Чтобы еще и телята сразу появились. Короче, у них тоже все хорошо. С едой все хорошо. Пока что вот молочко я все перевожу в корпус к телятам. Можно его купить, конечно, еще. Но не хочу. Ну и здесь периодически мне придется следить. И что-то добавлять. Что-то привозить. Также, друзья, мы собрали рожь. И ржи у нас получилось 292 куба. Нам, конечно, так много не надо. Но мы всю ее абсолютно переработаем в муку. Поэтому погнали, в общем-то, это и сделаем. Нам нужна мука ржаная фасованная. Мы привезем 292.533. Так вот, 533. И, конечно же, все привозим. Только один литрик мы уберем отсюда на всякий случай. 253 тысячи стоит вот эта вся работа. И через 16 часов она только выполнится. Поэтому, в общем-то, ее оплачиваем. У нас остается 4000 и уже гигантский кредит. Я влез еще в долги, потому что надо было купить и рассаду, и семена льна. И, короче, кучу всего еще. Но это сейчас не самое главное. А где... А, вот он наш. Значит, сколько раз тебе надо съездить? Хороший вопрос. 6,5 раз. То есть 7. То есть 7. Хорошо, не вопрос. 7 раз. Загружаешься ты у нас на база зерно загрузка. И едешь выгружаться на мельницу выгрузка. И везешь ты туда ничто иное, как рожь. 7 раз. И единственное, что нам еще надо сделать, отвозить при уровне. Немножко уменьшить. Потому что последняя поездка будет не полная, чтобы он там все нормально было. Короче, я надеюсь, что ты за час справишься, чтобы потом это все дело не перезапускать. Но если не справишься, то их как бы и бог с ним. Перезапустим. Также, друзья, что у нас еще интересное происходит? У нас идет уборка риса уже вовсю. Сейчас он два кружочка там проедет. Запустим сейлку. Сейчас тут работает только GCB-шка на выгрузке. Это, конечно, немножко медленнее будет происходить, чем с двумя тракторами. Но надо отвезти рожь. Потом я этот самый большой трактор тоже сюда поставлю. В принципе, можно уже посев даже запускать. У нас как раз на базе как раз мешает проехать. Тут уже все у меня настроено. Давай, есть, запускай. Также, друзья, у нас 7 утра только что стукнуло. И можно вызвать самолетик. Тут уже, кстати, засеян лен у нас. Чисто ради бабла, ради тюков. На рисовых полях будем сеять рис. Вот тут только косячок небольшой. Но это ладно. А на самолет у нас сейчас не хватит денег, да? А, 3500. Отлично. Хватает. У нас остается тысяча денег. Гигантский кредит. И сейчас мы пойдем в минус. Потому что, благо, покупать больше ничего не надо. Не знаю, друзья, что тут еще интересно показать. Пока уборка идет. Заводы шуршат. Короче, встретимся, как что-нибудь интересненькое произойдет. Здрасте, еще раз. Друзья, у нас наступил новый день. И уже идет уборка. Опять идет уборка 6-7 поля. И на этот раз мы убираем лен ради бабла. На самом деле, мы в глубочайшей жопе. У меня сейчас минус 6000. И у меня еще есть кредит, который на 380 тысяч. Очень большой. С другой же стороны, у нас есть два задания. Это мука ржаная, фасованная и сахар. И у нас уже все это дело готово. На мельнице у нас лежат отруби, которые мы себе заберем. Скорее всего, даже, может быть, и продадим часть. А также мука ржаная, фасованная. Ее тут даже больше, чем нужно. А на сахарном заводе то же самое. Сахара лежит чуть больше, чем надо. Есть еще дохрена жмыха. Да, я в начале серии вчера или позавчера, это было, неважно. Говорил, что мы толком ничего не заработаем на сахаре. Но да, есть еще жмых. Его много и он продается не так уж и дешево. Жмых, жмых, жмых по 500. То есть еще 100 с копейками тысяч мы можем его продать. Так что нормально. В связи с этим надо отправлять товарища, которые все это дело будут продавать. Потому что это не самое быстрое занятие. Потому что у нас до сих пор нет техники, которая с этим нормально справляется. Ну, конечно же, поедет Урал. Начнем, друзья, без разницы с чего. Начнем с сахара. Его нужно отвезти на хлебокомбинат номер 3. Хороший вопрос, проложен ли у меня туда автодрайв. Хлебокомбинат номер 3. Ха, смотрите-ка. Склад 1 выгрузка. Есть. Ну, а забираешь ты тогда это на сахарном заводе. Склад загрузка. Вот так вот. И возить ты будешь сахар. И больше 10 раз тебе надо съездить. Поэтому, увы, счетчик мы не ставим. И автогруз, конечно же, надо сделать на выгрузку. Хлебокомбинат 1 склад. И говори нам об этом, разумеется, все. Давай, есть, продавай. И мы будем потихоньку в плюсе. Рисовые поля у нас еще не созрели. Тут, в принципе, работы много на этом поле. Нужно сначала собрать урожай. Потом запустить сеновый расшилку. Наверное, и известью уже пора посыпать. Хотя мы вроде как и в прошлой серии это делали. Но, да, и известью посыпать надо будет. Солому мы эту затюкуем. И, скорее всего, тут ее уже будет намного больше, чем в прошлый раз. С 18 поля. И в связи с этим, извиняюсь, что темно, конечно. В связи с этим, наверное, будем ждать с 10 утра. И повезем это все дело на ткацкую фабрику. Хотя, на самом деле, посмотрим. Я еще не решил. Также, друзья, у нас немножко видоизменились наши сады. Тут уже везде молодые деревья. Вот такие вот. Они тоже, конечно же, все немножко разные. Это, я понимаю, вишня. Здесь орехи или это вишня. Хрен его знает. Простите, я в деревьях не шарю. Короче, вот тут вот куча разных деревьев. Они теперь молодые. Теперь все цветут. Мы не удобряли их, потому что и так не очень много будет урожая. Смысла в этом нету. Так что, пускай, в общем-то, цветут. Ну, а с теплицами у нас там сейчас опять помидорки растут. Потому что мы все помидорки продали. И что-нибудь сейчас заработаем денег на рассаду. Вырастим что-нибудь еще. А в следующей серии, друзья, мы это, наверное, все продадим. Тут довольно много всего у нас. Может быть, в аренду какую-нибудь технику возьмем. Этих контейнеров 60-кубовых. Или тонара можно будет прикупить для нашего Урал-Некста. Короче, что-нибудь, какой-нибудь прицеп прикупим. Но серия на этом еще не заканчивается. Посмотрим, сколько денег мы заработаем на нашем контракте. И возить, увы, он очень долго будет. Есть вероятность, что я даже сейчас возьму в аренду того же самого тонара. На 50 кубов. К Урал-Нексту подцепить. Но пока у нас тут полевые работы идут, пускай Урал катается. Вот, как-то вот так вот все у нас сейчас. Что-то как-то я очень мало информации. То есть, времени проходит много, а информации мало. Но вы это все уже миллион раз видели. Поэтому я не очень хочу на этом всем внимание заострять. Так что как-то вот так вот. Знаете что, друзья, я тут подумал, что... А почему бы и сейчас не взять в аренду, а может быть даже и купить, какой-нибудь прицеп для перевозки продуктов. Потому что по 12 кубов, ну все, мы уже это переросли. У нас Урал сейчас продал вот первую порцию сахара. 29 тысяч. Со второй порцией будет уже на прицеп. Контракт засчитывается, привезено 12 кубов. Это замечательно. Увы, нужно брать еще кредит. Теперь стало чуть больше свободных средств. Мы его сегодня отдадим обязательно. Возьмем вот такого вот рефрижератора. Да, он возит далеко не все. Но как бы, во-первых, овощи нам надо, чтобы возил. И клубничку, которую мы тоже будем выращивать скоро. Рис он возит. Да и плюс мясные продукты вот эти все тоже возят. Муку возят, крупу возят. О чем еще нужно мечтать? Стоит дешевле, чем продуктовый. Короче, мы вот эту штуку покупаем. Да, там выложили сейчас на днях новый. Но я еще не обновил, потому что я ленивая жопа, знаете ли. Вот. Я надеюсь, что вот эта штука вполне сможет его тягать. Во, смотрите, какой большой красавчик. Только что-то мне кажется с такой... с таким Ураном. Ураном, я сказал. Уралом, да. Он не будет сильно классно смотреться. Все-таки ман, наверное, нужен. Хотя... Не, вполне нормально. Пойдет. Так вот, дружище. Знаешь, что ты будешь делать? Правильно. Ты повезешь выполнять другой контракт сначала. Это у нас мука ржаная. Куда бы ты тебя? Давай вот... Вот сюда мы тебя. Вот сюда. Ладно, вот сюда, да. СЖД-станцию. Бокс номер 2. Надо будет его отправить. Бокс номер 2. Мука ржаная фасованная. А сколько у нас там ее вообще всего лежит? 234 куба. Значит, за 5 раз мы его отправляем. Вот эту штуку делаем трохи поменьше. И 5 поездок, дружище, давай. Я надеюсь, что у него все будет нормально. В плане того, что сам Урал Некс сможет тягать вот этот вот 50-кубовый прицеп. Но все должно у него получиться. Также, друзья, надо вот этого товарища отправить возить жмых. Конечно же. Жмых сейчас можно продать на ферму Кузнецова по хорошей цене. А он пока что не то чтобы сильно прям нужен. Кстати, если что, можно будет с птицефермы забрать, чтобы покормить коровок. Так, короче, ты меня бесишь. Давайте я тоже сюда перекинем. Тебе, дружище, надо будет съездить 6 раз. Между тем, Урал Бортовой еще, кстати, выполнил. Отлично. Он там быстро там едет. Там у него все нормально. Ехать недалеко, потому что. Вот. Ты, короче, отвозишь жмых и тоже его продаешь. Лепота же, правильно? Кстати, прицеп этот довольно здоровый. И, может быть, под моей точкой автодрайва не все подойдет. Поэтому, на всякий случай, мы это дело проверим. Чтоб работало. Загрузка, хотя, вообще должна работать. А вот выгрузка может не работать. Загрузка, да, работает. 50-кубов сразу теперь будем возить. Классно. Видимо, заработаем сегодня кучу денег, а? Хотя, по сути дела, мы миллион потратили на коровок. Даже больше. Но сегодня заработаем прямо еще и больше. Ну и, кстати, комбайн уже довольно-таки далеко уехал. Поэтому вполне можно запустить наш любимый трактор. Поворошить соломку. Давай, вороши со всей силы. Как никогда не ворошил. Потом тут еще одно поле. Мы, в принципе, не сильно торопимся. Поэтому все нормально. А вот, кстати, Урал на вокзал приехал, на ЖД-станцию. Сейчас надо, чтобы он разгрузился, и все будет классно. Боже, дружище, ну как же медленно ты едешь? Я не знаю, из-за маневрирования это все? Или, в принципе, у тебя сил не хватает нормально быстро ездить? В любом случае, не важно. Ладно, тянет и тянет. Фокус номер 2. И... Пошла выгрузка, отлично. И пошли бабосики. Бабосиков будет прям много. А еще они даже не поленились. В закрытый прицеп прописали товары все. Ох уж эти манускрипты. На самом деле классно, конечно, да. Пздынь, 117 тысяч за один прицеп. А мы их 5 почти привезем. Эх, заработаем баблица. И вернем кредит, да. И ничего нам толком и не останется. Ладно, останется. На самом деле много заработаем сегодня. А вот, кстати, ирис тут же созрел. Классно. Можно с него уже воду туда спускать. Блин, я не люблю, на самом деле, вот в темноте работать. Но что поделать? Иногда приходится. Так, с первого поля спускаем. До второго поля открываем шлюз. Спускаем. И с третьего поля... Ага, мы начинали со второго. Понятно. Возвращаемся обратно. И отсюда мы тоже спускаем. Через час воды не будет. Можно будет и эти поля убирать. Так что все нормально. А вы, друзья, не поверите, какая шинная мысль мне в голову пришла. Я вдруг захотел объединить шестое и седьмое поле. Я без понятия зачем. И надо ли, и правильно ли это. Но, короче, решение принято. Поэтому мы арендуем вот такой вот классный плуг. Берем вот этот трактор и поедем сейчас объединять поле. А еще, кстати, столкнулся я с тем, что вот этот самый тонар даже с автогрузом не хочет потом уезжать с места выгрузки. И из-за этого приходится постоянно нажимать на кнопочку. А мне не нравится нажимать постоянно на кнопочку. Я хочу, чтобы все было автоматически. Но я сейчас объединю поля. Там все равно по-хорошему надо будет игру перезапустить. Я обновлю, короче, моды. И карту обновим. Может быть даже с садами что-нибудь получше в итоге будет. Потому что давно пора. И моды тоже надо обновить некоторые. Потому что поддержка продуктов и все такое прочее. Точнее новые грузы же добавили. У меня такой урал и то тестовый какой-то. Так, блин. А рано-то поле объединять, да? Во-первых, поедем с той стороны, да. Начнем. Небольшие потери по соломке, наверное, будут у нас. Но ничего страшного. Я как-нибудь это переживу. Хотелось бы еще, конечно, ровно это сделать. У меня даже депес не стоит. Я вообще подготовился по максимуму, я смотрю. К объединению полей. Ладно, ничего страшного. Все равно у меня ровно будет. Смотрите, видите, как классно. Почти ровно. Вообще ни разу не ровно. У меня мод вообще на GPS установлен или нет? У меня даже мода нет. Так что сейчас бесполезно это все делать. Значит, объединяем так. А вообще, кстати, нормально. Чего уж тут пожевать. О, друзья. Вроде как все сделал ровно. Все сделал четко. Да, немножко соломки мы тут... Ну, короче, перепахали в землю, что называется. Чего страшного. Дальше у нас уже курс-плейчик. Тут сам все объединит. И все будет прекрасно. Что за херня с комбайном приключилась, я вообще без понятия. Почему он поехал назад? Первый раз такое вообще увидел. И благо это случилось на моих глазах. Потому что, если бы не уследил, он бы мог бесконечно ехать. И куда-нибудь там в реку свалился бы. Или он на жд-пути выехал бы, попал бы под поезд. И какой-нибудь валерон, который там живет, пришлось бы, короче, его хоронить. И страховка, и это, знаете, семьям погибших, все такое, короче. Мне это все очень не хочется. Вот. А, у нас, кстати, еще сеноворошение закончилось. Точнее, ворошение соломы. Я тут хожу без дела. Я люблю просто, знаете ли, побегать. Разминка. Бег по утрам это самое полезное вообще то, что можно придумать. Хотя, в реальной жизни я не бегаю по утрам и вообще не бегаю. Так вот, у нас, короче, вот эта штука закончила свою работу. Мы ее с курсплея тоже можем, кстати, снять. Контракт на поставку товара Мукаржаная выполнен. И дальше он просто разгружается. Или это не он разгружается? Это он разгружается. А, красавчик. У нас этих денег уже, посмотрите, как много. Это еще мы не весь сахар привезли. Доходы от продажи продукции. Это сверхконтракта. Ты пока стой здесь. Тебе работы нет. Надо немножко отпустить комбайн. Вот, а мы на этого пацана переключаемся, потому что его надо отправить еще съездить. Он почему-то не хочет. Его надо вот на кнопочку тыкать. Я еще с разработчиками поговорю на эту тему. А может это просто сама точка разгрузки такая. Там, кстати, триггера подправляли. Вот эти. Недавно. А еще, кстати, друзья, у нас стукнуло 6 утра. Это значит, надо купить грунта обогащенного. 700 кубов. Отвезем в течение дня. 36 тысяч это дело стоит. Дело в том, что у нас уже четвертый урожай с наших теплиц. А значит, сейчас мы засеем пятый. И завтра утром этот грунт будет уже профнепригоден. А значит, надо будет его заменить. А для того, чтобы его заменить, надо, чтобы было на что его заменить. Поэтому мы его сейчас купим и в течение дня отвезем. А сейчас, кстати, у нас будет выполнен контракт еще и на сахар. Блин, с этой штукой все намного быстрее стало. И что-то есть у меня какое-то непередалимое желание начать сейчас еще что-нибудь продавать. Контракт, в общем-то, выполнен. Продаем излишки. И Урал еще сейчас тоже 12 кубов привезет. Там еще там 1020, чуть больше. Под 30-ку, да? Мы еще сейчас заработаем. Объединение полей, между тем, закончилось. Так что этого товарища мы снимаем. И плуг можно сдать из аренды нахрен. Потому что нам больше не понадобится. Вообще. Ну, кроме ситуации, если мы вдруг купим еще два каких-нибудь поля. И их тоже захотим объединить. Но я, если честно, в этом очень сильно сомневаюсь. А даже если и случится такое, то ничего страшного. Купим еще раз плуг. Точнее, возьмем еще раз в аренду. Кстати, надо покосить травку. Я что-то про это совсем забыл. А давайте вот этого товарища-то я отправим. Он у нас, правда, сельщик в основном. Но сегодня он еще и покосит. Через 10 минут уже светло станет. Поэтому это будет хорошо. Да, 27 тысяч еще на сахаре у нас получилось. И знаете, только мы еще поменяем вот эту вот рабочую сторону. Волок соломы это плохое решение. Мы на всю ширину скосим сейчас все. Потом заволкуем, когда надо будет. А то, знаете ли, в один волок все скидывать, тоже плохая идея. Слушай, ежик, а что у нас здесь финиш? Если я нажал... Ага, я все понял. Все нормально. Все, давай коси. Тут, кстати, уже три покоса или даже четыре? Нет, три. То есть травы довольно много. Уже прям... Уже прям много. Надо уже с ней что-нибудь сделать. А у нас тут, меж тем, закончилась уборочка. Как раз надо сейчас сваливать пока... Эээ, куда ты поехал? Мы же еще не все высыпали. Все равно надо сваливать, потому что сейчас мы будем мешать. Будем мешать, да. Короче, они все равно сломались. Вот что вот не так? Вот только начинаешь показывать людям, как это все классно работает, и оно перестает классно работать. Несправедливая жизнь, да? А вот так и есть на самом деле. Так и есть. В общем-то, разгружаем вот этого вот товарища. Вот этого товарища мы прерываем маршрут и едем паркуем. Блин, тут травы уже реально много. Надо с ней что-то сделать. Наверное, друзья, знаете, что мы сделаем? Разделим это поле примерно пополам. Половину травы переворошим, половину нет. И запустим на все это дело тюковщика, который обычную траву обмотает в силос, а ворошенную траву сделает сено, в общем-то. Тюки сена, да. Но может быть еще раз скосим, в следующий раз 4 покоса. А почему бы и нет? Посмотрим. Я пока не решил. Вот сейчас я этого не планирую делать. Сам оно как получится. Я, знаете ли, тоже человек непредсказуемый. О. Так, вот отцепляем. Все классно. Все, дальше ты у нас поедешь опять заниматься посевом. Ты у нас будешь сеять. Но пока жди, пока рано сеять. Нам вот тут надо разобраться, а тут, в принципе, разбираться-то и не с чем. У нас все закончили, поэтому мы сохраняем игру и из нее выходим. Я же как и обещал, надо пойти скачать новую версию карты, сайт, с которого скачивать карту и моду. Как раз официально. Так, насколько я понимаю, мне надо скачать вот это. И надо еще посмотреть, какие у нас моды обновились. 4 ноября. Вагон-лесовоз с автоподбором бревен. Вообще, на самом деле, мне эта штука не надо, поэтому я даже качать не буду. 31 октября контейнеры скачиваем новые. Кормосмеситель свиного корма. Не знаю, нужен он нам или нет. Мне кажется, он нам даже и не нужен. Садовый опрыскиватель. Блин, на всякий случай тоже ладно, скачаем. Урал бортовой на всякий случай скачаем. И Урал тягач пак мы тоже на всякий случай скачаем. И крутую технику, кстати, тоже надо обновить. Ман универсал надо новый скачать. Кировис К-700. У меня его даже, по-моему, и оригинального-то нету. Так, продуктовый полуприцеп. Урал Некст, кстати, кран там есть. Я даже ни разу им не пользовался. И всё. А где тонар? Этот классный, новый, который, сказали, суперкрутой. А, вот он, тонар рефрижератора. Мы его качали? Нет, мы его не скачали. А почему мы его не скачали? Хрен его знает. Ладно. Тонар стал весить в три раза больше. Насколько я понимаю, это именно тот тонар. Ну, сейчас мы на него посмотрим. Ман полуприцеп тоже стал весить намного больше. А что такое? А, ну, скорее всего, там просто добавились новые культуры. Если можно так выразиться. Хотя Урал Бортовой тоже больше стал весить. А что за фигня? Ну, да ладно. Там просто появились, знаете ли, новые культуры. И, соответственно, с культурами новые, ну, текстурки, что ли. Я не знаю, как это правильно называется. Поэтому они стали больше весить. И мы возвращаемся обратно в игру. Как классно. Начнём с волковалки. Надо пойти поставить сюда волковалку, которая заволкует вот эту всю солому. Что-то я вот сейчас не могу сам себя понять. Вроде начинал записывать серию, акцентируя внимание только на чём-то таком супер важном и интересном. Дабы сделать серию покороче и вместить как можно больше информации. А сейчас получается, что опять-таки все вот эти вот полевые процессы всё показываю. Ну, ладно уже. Как будет, так будет. Вообще, эта серия уже записывается два дня. И это довольно много, довольно долго. А вам даже лайка жалко мне поставить, жадиной. Ну, ладно, я не обижаюсь. Хотя, не, ну, не обижаюсь точно. Но, кстати, могли бы лайки поставить. Короче, погнали, вот поставим. Я пока вот цеплял это всё дело, смог вам поплакаться. О, можно, кстати, посмотреть, что там за новый тонар. Вообще, внешне так он не сильно отличается. Вроде как вот эти вот полосочки теперь светятся в темноте. Но я, знаете, разницы особо и не вижу. Это, это вот ценителем модов. Я не являюсь ценителем, меня больше механики интересуют. А ценителем всей вот этой красоты я, увы. А может он нормально работать будет? Было бы классно. А зачем я вообще в первую очередь перезагружал игру? Знаете, реально. Потому что курс-плей при запуске игры заново сканирует поля. И теперь оно у нас одно общее большое. После объединения полей, если на курс-плей хотите работать, то лучше перезапустить игру. Будет намного лучше. Короче, вот эта вот у нас пошла волковаться вся жара. Далее, вот эта вся наша жара. Надо переставить её на рисовые поля. Так что давайте отправим их туда. Блин, полвторого ночи уже, как так-то? Опять эта грёбанная ферма. И опять я из-за неё не высплюсь. Тикс, отцепляем жадку. Потом мы прицепляем жадку. Тихо-тихо, не падай. Ну давай же, но... Значит, поехала куда-то. Тихо не скатывайся. Блин, охренеть, я не могу попасть. Жадку подцепить. О, аллилуйя. И давай, друг, на поле номер 17. Шуруй туда. Блин, надо всё автодрайв. Вот я порядок навести хочу и всё никак не наведу. Надо будет как-нибудь это сделать. Так, далее вот ты у нас, товарищ. Ты у нас тоже поедешь работать на поле номер 17 и отвозить всё на зерно выгрузка. Только для начала не хочешь ты ехать, да? Ладно. Думаешь, я тебя не заставлю? Я тебя ещё и как заставлю? Едь, дружище, на поле 17. Только сначала, да, загляни, разгрузить лён. А то мы в тебя там другую культуру сыпать собираемся. Далее вот этот товарищ у нас куда-то ехал и не доехал. На самом деле весь жмых, насколько я понимаю, мы отвезли. Заводы, сахарный завод. Да, жмыха здесь ноль. А вот на мельнице, на мельнице есть 58 кубов отрубей. Поэтому отруби надо отвезти на базу. Вот отруби мы отвезём на базу, продавать их смысла нет. Отруби вроде как и дешевле стоят, чем жмых. И не так уж и много их тут. Так вот, да, мельница, загрузка, зерно получается. И отруби, да. Эти самые отруби мы везём на базу. Базу сыпучей выгрузкой 1. Вот так вот. И два раза нам всего съездить тебе. И здесь можно поставить вообще 10%, потому что там что-то вообще мало останется. Короче, визит. Давай, ты будешь молодцом. Знаете, тут вода ещё не утекла. То есть, ну, механик этот час не прошёл. Но судя по всему, вот мы здесь бегаем, и здесь уже воды как бы нету. Потому что есть такой, знаете ли, звук водички, когда ты по мокрому ходишь. Поэтому я думаю, что у нас сейчас всё получится, и даже мы начнём сразу и работу. Было бы неплохо, кстати. Да, было бы неплохо. Ну-ка давай-ка со стартовой точки скажи, что у тебя всё, ты будешь собирать. Всё, ты собираешь. Красавчик. Там полностью час выжидать, видимо, не обязательно. Там какой-то определённый уровень воды должен. А вот тут, кстати... А не, не закрылось, это мне показалось. Короче, это поле у нас теперь тоже собирается. Пока что рис отвозим на базу, ничего с ним не делаем. А ещё, друзья, надо отправить тюковщика, который будет тюковать нам тюки. Логично, тюковщик будет тюковать тюки. Масло масляное и вообще... Ну, на самом деле, я, кстати, прав. Тюковщик реально будет тюковать тюки. Потом мы их съездим, продадим. Я их сейчас, друзья, все на базу отвезу. Где-нибудь там сгружу. А потом... Эх, а сколько вообще их можно сейчас продать? Кстати, там что-то я читал в каком-то обновлении. И меняли триггера. И теперь принимают россыпью хлопок и россыпью сухую солому льна. Давайте попробуем её подобрать. Может быть, это подправили? Я-то, на самом деле, кто смотрел золотой колос раньше у меня на канале, знаю, что я себе это подправлял, чтобы можно было её собирать и чтобы можно было её россыпью продавать. Эту сухую солому... Да, сухую солому льна. Солома. Блин, что-то я заговариваться стал. Так вот. Но так как карта обновлялась 500 раз с тех пор, разумеется, это всё опять стало по дефолту. И может быть, вдруг сейчас можно её подбирать и возить? Нет, её нельзя подбирать. Но её, кстати, можно вроде как продать россыпью отказской фабрики. Хотя подбирать её нельзя. Хотя это просто одно слово добавляется в карте. Во фруйт-тайпе. Ну ладно, уже затюкуем, пофигу. Так вот, возвращаемся тогда мы к Вальтере. Копируем его маршрут нашей... самой волковалки. И запускаем его по маршруту. Пускай ей собирает тюки. Тюкует тюки. Да, я много раз сказал, что тюковщик тюкует тюки. Но тюковщик на самом деле тюкует тюки. Поэтому вы не можете обвинить меня в том, что я не прав. Так, с вот этого товарища мы сейчас отцепляем. И нам нужна платформа. Так вот, да. Я же хотел посмотреть, сколько мы можем продать этой самой сухой соломы льна на порту и на ЖД-станции. Немного. Прям вообще немного. 231 куб это прям очень мало. Откадская фабрика, во-первых, и дороже всего, и вылазит туда много. Тогда, короче, где-то я это все дело сгружу. В 10 утра мы туда отвезем, закинем, не знаю. Вот, кстати, я и обновил карту. А садик это нашего и не стало. Ладно, завтра разберемся. Идет во все цветение. Здесь показывает везде даже и влажность, и деревья наши посаженные везде. Все, ну, это подхватывает. Ресурс деревьев тоже есть. А вот самих деревьев нету. Куда они делись? Хрен его знает. Ладно, мы с этим разберемся. Я восстановлю этот сад. Это не проблема. В следующей серии он у нас будет. Влажность у нас там совсем низкой стала. Поэтому надо сейчас пополивать, во-первых, все это дело. Открыть вот эти все поливалки. Потому что там 30% всего. Ну, короче, бывает, да. Ладно, в любом случае мы это все починим. Это прям точно. Может, просто там прописки какие-то другие стали. Во, сейчас, короче, тут все пополивается. Тоже все будет круто. Сейчас, друзья, еще покажу вам, что у нас с тепличками. Здесь все, последние. Да, приходится, надо вот такой вот фигней заниматься. Так вот, теплички, значит. Там тоже все хорошо. Там у нас... Во-первых, да, на складе лежит белый рис. Я туда отвез. 254 куба получилось. А во-вторых, огурцы, баклажаны, томаты у нас. По одному урожаю всего есть. Сейчас баклажаны доцветают. До-до собираются, точнее. Они уже все зацвели. Идет плодоношение. Короче, что-то из этого... Давайте, короче, я огурцы еще сегодня продам. Раз у нас есть вот этот классный тонар. 10 раз он скатается, продаст огурцы потом. Консервный завод. И сюда, друзья, я засажу опять огурцы. В следующей серии у нас опять будет, скажем так, все три вида, возможно, выращенных вот этих вот растений, которые здесь возможны. Блин, я надеюсь, сад не надо будет пересаживать. Хотя это можно сейчас за 2 секунды, короче, посадить весь сад и все будет норм. В общем-то, друзья, на этом я эту серию закончу. Сейчас я... А, нет, не закончу. Я хотел еще кредит вернуть. Нам надо знать, сколько у нас наших денег, собственно. Их, кстати, немало. Плюс еще продадим тюки и продадим огурцы. И разбогатеем. Тюков как-то не сильно много получается. Я-то думал, их тут побольше будет. А их тут прям совсем немного. Они полполя уже проехали. Тут одна машина, что ли, с полполя как-то реально маловато. Ну ладно, может быть, три машины насобираем. Типа это на вскидку 1300. Нет, тут три машины не насобираются. Короче, реально, 1300 заработаем на тюках. Не больше. Я думал, там 10 миллионов. Ладно, 10 миллионов я, конечно, не думал, но думал, чуть побольше будет. Короче, я, если не забуду, то я потом за скриню, что у нас там по доходам получилось от тюков. И если вы сейчас видите эти скрины, значит, я не забыл этого сделать. А если вы их не видите, значит, я забыл. И, как я и говорил, память у меня как у рыбки. Также, друзья, я продам еще огурчики. В следующий раз мы с вами еще кое-что интересненькое прикупим. А можете, кстати, еще в комментариях угадать, что мы прикупим. А кто угадает, тот будет прям молодцом-молодцом. Молодцом-огурцом. Вот. Вот так вот. На этом, друзья, у меня все. Не забывайте комментарии, лайкусики. Блин, тут еще и здесь надо посыпать все. А я все никак не могу закончить мысль. Короче, да, лайкусики не забывайте, комментарии не забывайте. Если на канал не подписаны, то подписывайтесь. Спонсорам, как всегда, огромнейшее спасибо за поддержечку. На этом у меня все. С вами был Никита Зилай. Всем спасибо за просмотр и всем пока-ки. Субтитры сделал DimaTorzok